В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот основные темы выпуска. Главному печатному изданию муниципалитета газете «Видновские вести» 90 лет. Мы должны писать о своих людях. То есть мы должны решать проблемы этих людей. Депутат Московской областной думы Владимир Жук оценил качество питания в одной из видновских школ. Впечатление очень положительное. Хороший ремонт столовых, оборудование, пищеблок. Подрев моторов. В горках прошел третий этап Кубка Московской области по гонкам на выживание. Лучше хоть каким-нибудь приехать, чем никаким. Ровно 90 лет назад, 25 февраля 1931 года, увидел свет первый номер районной газеты «В бой за коллективизацию». С тех пор она сменила немало названий, последней из которых «Видновские вести» прекрасно знает каждый житель муниципалитета. О том, как отмечает столь солидный юбилей главная газета «Края» в нашем материале. «В бой за коллективизацию», «Ленинский путь», «За коммунизм», «Ленинец» и, наконец, «Видновские вести». За свою 90-летнюю историю главная газета «Края» сменила множество названий. В архиве бережно хранятся все выпуски за последние 56 лет. У нас хранятся сами «Видновские вести», все подшивки газеты. Поэтому любой эксперт может подъехать, проанализировать, почитать газеты. Это история нашего района, это один из важных документов, в котором все это хранится. Евгения Петровна Сорокина трудится в районной газете уже более 40 лет. Из-под ее пера вышли тысячи статей о жизни и людях муниципалитета. Вот она в 80-х на поле с директором совхоза имени Ленина Петром Рябцевым. Вот оценивает урожай в теплицах совхоза «Московский». А здесь запечатлен сам рабочий процесс – планерка. Это Игунчев наш, Александр Иванович. Он был редактор. Нынешний главный редактор Светлана Благова впервые пришла сюда еще выпускницей школы 25 лет назад. Да так и осталось. Говорит, главное достояние «Видновских вестей» – душевный и профессиональный коллектив. Мы должны писать о своих людях. Мы должны решать проблемы этих людей. Мы должны рассказывать о наших соседях, о каких-то талантливых людях, которые близко к нам. Этого не заменит вообще никто. Мы стараемся приносить пользу и быть интересными. Среди сотрудников «Видновских вестей» много молодых специалистов, которые продолжают славные традиции своих предшественников. Для меня газеты сейчас – это не только любимая работа, но еще и друзья. Интересное времяпрепровождение. Потому что все-таки мероприятия бывают настолько интересными, что ты даже забываешь, что это работа. Я хочу сказать большое спасибо нашим старшим журналистам, благодаря которым мы получили тот опыт, который имеем, и ту газету, которая, на мой взгляд, высоких стандарт. Но я не могу так же не сказать о девочках молодых, потому что они такие у нас, знаете, целеустремленные. Они такие вот какие-то отважные, они такие рвутся всегда в бой. 25 февраля коллектив отмечает 90-летие любимой газеты. Этот юбилей они решили отпраздновать по-особому. В сегодняшний день мы решили отметить особые акции. Всю зарплату за сегодняшний день коллектив единогласно решил передать на благотворительные цели, на помощь мальчику, нашему земляку, который пострадал в аварии. Поздравить с юбилеем в Винновские вести приехал и глава Ленинского городского округа Алексей Спаский. Он поблагодарил сотрудников газеты за труд, вручил благодарственное письмо и памятные подарки. Телеканал «Видное ТВ» присоединяется к поздравлениям. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Сергей Ларин. «Видное ТВ». Организацию горячего питания в образовательных учреждениях Ленинского округа оценил депутат Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Владимир Жук. Наша съемочная группа побывала в Винновской школе номер 9, где народный избранник продегустировал обед для учащихся. Когда дети в школе, полноценными завтраками и обедами их обеспечивает учебное заведение. Поэтому, как рассказал депутат Московской областной думы Владимир Жук, необходимо уделять особое внимание качеству блюд и гигиеническим нормам безопасности. Это работа системная. Время от времени мы приезжаем и проверяем, потому что это нужно делать постоянно. В течение февраля областные депутаты посещали образовательные учреждения Подмосковья с целью контроля горячего питания учащихся. Владимир Жук продегустировал обеды в Лопатинской и Винновских школах номер 6 и 9. Первое, второе – компот. Качество хорошее, вкусное. И в одном случае, и в другом. Хотя продукты одинаковые, но повара все равно разные. Поэтому небольшие оттенки есть, но они именно вкусовые. Владимир Жук проверял качество еды, полноту порции, состояние пищеблока, наличие графика питания. Также пообщался с учащимися начальных классов. Больше всего я люблю борщ, рыбный суп, который сегодня подавали, сырники, запеканку и омлет. Мне нравится, достаточно вкусно. Мне нравится больше на завтрак сырники со сгущенкой. В рамках встречи депутат обсудил вопросы, волнующие родителей и педагогов. Впечатление очень положительное. Хороший ремонт столовых, оборудование, пищеблок. Все на уровне. Будем эту работу продолжать и дальше. Стоит отметить, что мыть руки и обрабатывать антисептиком перед входом в столовую для детей уже стало правилом, о котором напоминать не нужно. Инспектировать школьное питание областные депутаты будут на постоянной основе. Присоединиться к проверке могут и родители. Для этого в Подмосковье работает губернаторский проект «Родительский контроль». Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Сто лет осенью этого года исполнится жительница города Видное Любови Федоровне Мадяевой. Она прошла всю войну, имеет боевые награды. 23 февраля представители депутатского корпуса, Совета ветеранов и партии «Единая Россия» пришли к ней, чтобы поздравить защитницу Отечества с праздником. К ним присоединилась наша съемочная группа. Затейный ремонт не помешал гостям поделиться с любовью Федоровной Мадяевой хорошим настроением и подарками. Целой делегацией пришли поздравить вас с праздником, пожелать здоровья вам, благополучия. Мы очень надеемся, что мы ваш юбилей встретим за дружной и тесной компанией. Очень хорошо, это да. О деревне Жуково, где родилась Любовь Федоровна, напоминает только название Жуковского проезда в Видном. Листая старые газетные вырезки с теплом, она вспоминает годы детства. В 16 лет Люба Мадяева пошла работать, а в 22 отправилась на фронт, закончив курсы связистов. И сразу попала на передовую. У нас был краевед тут, Виктор Васильевич. И вот он приходит, говорит, Любовь Федоровна, ведь вы были рядом с матросовым. Я говорю, да. Матросовский полк 254-й, а я была в 255-м полку. Любовь Мадяева прошла с боевым соединением полторы тысячи километров от Калужской области до Балтийского моря. Была ранена. После войны каждый день победы не обходился без встреч однополчан. Наша дивизия просили в Москву. И вот нас сфотографировали у Знамя Победы. В музее вооруженных сил у Знамя Победы сфотографировали. На фронте Любовь Федоровна встретила и будущего мужа майора Григория Твердохлебова. Прямо во время боя под пульми поклялись они друг другу в вечной любви. Кончилась война, значит, мы в Прибалтике были. Он говорит, останешься здесь, чтобы вместе быть. Я говорю, нет, я соскучилась по дому, я уеду домой. И целый год я была тут, дома. Я Жуковская. К сожалению, прожить им с мужем долго было не суждено. Сказались боевые ранения. Спустя два года после свадьбы он скончался. С любовью и нежностью листает она одно из писем мужа. Тебя не забываю. Не знаю, как ты. Великая Отечественная на всю жизнь оставила след в душе Любови Мадяевой. И сейчас, по прошествии многих лет, она прекрасно помнит имена сослуживцев и события тех лет, чтобы и мы помнили. Татьяна Брылова, Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Каникулы у первоклашек 4-й видновской школы проходят активно. На днях ребята посетили кинотеатр «Искра», где для них был организован кинопоказ, недавно вышедший на экраны российской сказки «Конек-горбунок». Наш корреспондент присоединилась к школьникам, чтобы узнать об их впечатлениях. Подробности в репортаже Юлия Погосьян. Да ты кто вообще? Лошадь. Я? Конь. Конек. Да-да, конек. Горбунок. Ну, можно и так. Главный герой картины Иван, но не тот, что царевич или богатырь, а обычный парень, которого даже старшие братья считают дурачком. Ситуация резко меняется, когда в его жизни появляется верный друг – конек-горбунок. Захватывающая фэнтези, приключения, сказка в лучших русских традициях. Друг, ты сейчас выручай. Ладно, но в последний раз. Фильм на экраны вышел буквально на днях, и одними из первых посмотреть его смогли ученики 4-й видновской школы. Каникулы первоклассники решили провести с пользой и в кругу друзей. Это уже сплочает коллектив. Я очень рада. За всю организацию. Спасибо вам большое. В этот день зал кинотеатра «Искра» был эксклюзивно предоставлен малышам, чтобы вдоволь насмеяться и насладиться сказкой. Мне понравился конец. Так. А тебе что понравилось больше? Мне понравилось, когда конек, он лежал, а потом муху пытался лгить. Для первоклассника Дениса этот поход в кино стал первым в жизни. Фильмом «Мальчик» очень вдохновился. Я точно знаю, что мое любимое кино – это «Конек-горбунок». Сказка «Конек-горбунок» в Искре будет идти до 17 марта. Приобрести билеты можно в кассе кинотеатра, а ознакомиться с расписанием сеансов на официальной страничке кинотеатра во Вконтакте. Юлия Погасян, Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видно.ТВ. Третий этап Кубка Московской области по гонкам на выживание прошел в деревне Горки. На трассу выехали 16 спортсменов, готовых доказать, что именно их машина не только самая быстрая, но и самая крепкая. За событием наблюдала наша съемочная группа. Гонки на выживание, или как еще их называют контактный автокросс – один из любимых видов спорта в Ленинском округе. Как известно, задача каждого гонщика – как можно быстрее прийти к финишу. По пути мешая машинам соперников посредством ударов, конечно же. Однозначно, спорт не для всех. Даже зрители здесь не из робких. Любят пощекотать свои нервы. Это азарт. Адреналин, азарт. Очень интересно. Это просто зрелищно, да. Страшно и зрелищно. Они же как-то сделали так, чтобы сильно не повредились. На дороге так не покатаешься, а тут вроде как экстрим. Мне нравится то, что они ездят и они побеждают некоторые. Участие в гонках приняли не только жители муниципалитета. За первое место боролись также спортсмены из Москвы и Домодедова. Всего на трассу выехало 16 участников, шесть из которых были сняты с дистанции перед финалом. Я представляю Ленинский городской округ. У нас на самом деле жаль, что нас так немного по сравнению с коллегами из Домодедова. Но, тем не менее, мы представлены здесь командой. Занимаюсь я относительно недавно. И в сравнении с коллегами, которые остальные здесь участвуют, у них десяток лет опыта. У меня полтора года. Однако на трассе не только опыт играет роль. Важна внимательность и реакция пилота. Наверное, зимой нужно больше рулежки, потому что едем по голому льду. И будет такое соперничество. Чуть-чуть потише, но нужно владеть автомобилем. Машины участников собираются по особым правилам. За основу берется стандартный кузов, варится внутренний каркас безопасности, форсируется двигатель, ставится спортивная коробка передач. С внешней стороны конструкция обшивается металлом. Все стеклянные пластиковые части, которые могут сломаться, разбиться, отвалиться, все, естественно, снимается. Останавливается спортивное сидение, спортивные ремни пятиточечные. И получается настоящий спортивный болид. Мощностью у кого-то 130, у кого-то 150 лошадиных сил. И тут участники делятся на два лагеря. Кто-то строит гоночную машину своими руками, а кто-то обращается к профессионалам. Семья Юлии Соколовой, единственной девушке-пилота на гонках, увлечена этим спортом около 10 лет. Машину участницы соревнований собрал ее старший сын. На гонках же в роли техника выступил младший – Павел. Если честно, мне кажется, нет границ. Мужчины и женщины не разделяются, мне кажется. Здесь потому что, ну, конечно же, да, ко мне на трассе относятся более снисходительно, чем друг другу ребята. Но, тем не менее, на уровне, стараемся быть, догоняем. Однако гонки на выживание – это не только заряд эмоций, азарт и экстрим. Это и постоянный ремонт машин между заездами, и аварии за каждым поворотом. Одна из самых массовых произошла во время второго заезда. Ну, три круга я там простоял. Костя меня, он зацепился за мою машину, не мог выехать. Потом его вытащили. Ну, я зацепился, потому что я так прикинул, что лучше хоть каким-нибудь приехать, чем никаким. Гонки продолжались несколько часов. По итогам соревнований первое место взял Антон Рыжиков, выступивший под номером 88. Второе и третье места заняли Сергей Клеменков и Анатолий Кириллов. Тех, кто не попал в призы, это не расстроило, ведь это не последний заезд в этом сезоне. Александра Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно этого. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.